ну что я не вижу никакой пасхалки по басам кроме того что сильно качает чтобы выкладывать видео подключил флешку покажу отдельно как это я сделал значит вот обычные настройки вот наша музыка с флешки окей теперь заходим настройки саб на максимум низкие частоты на максимум на максимум звук я ничего не вижу нового баланс опции контент для взрослых в тайдал дайте мне больше контента для взрослых хорошо ну и собственно музыка басы качают но ничего особенного не происходит прямо эти барабанные перепонки двигаются очень мощно я предпочитаю обычный авто так проверим как дворники включаются значит берем нажимаем на кнопку да и чё у нас появляется можем включить себе что хотим на экране у нас сразу же появляется менюшка дворников никаких проблем какие еще варианты у нас а свет и если свет а выходим в меню света стоечку от себя однократно даем появляется меню света можно включить авто ближний все противотуманки передние задние вот то есть нам не нужно никакие дополнительные менюшки окей шо у нас еще спрятали давление колес спрятали в сервисе вот если она будет ненормальная машина вам скажет что у нас еще есть поездки одометр чтобы досвайпать до полного одометра за всю жизнь машины и так надо было свайпать свайпать вниз три раза а сейчас два нажатия еще раз проверяем раз два два нажатия мы получаем одометр то есть у нас одометр стал ближе на самом деле только не свайпаем от нажимаем в экран окей сейчас мы никуда не едем средняя энергия шестьсот восемьдесят шесть ватт-часов с учетом того как мы стоим в гараже окей чё еще у нас тут спрятали ну все свет дворники я думал еще будет возможность дворники регулировать колесиком как в плейд но нет колесико не регулирует дворники то же самое свет колесико не регулирует свет окей какие еще нам функции забрали ну все а да с этими графиками где увидеть график энергии а вот я уже перенес часто используемое приложение то есть вот у нас получается потребление вот у нас поездка то есть график поездки чтобы приехать с минимальным зарядом на зарядку допустим 3 процента если вам так нравится это портит батарею но вы можете это сделать включить меню поездка и тогда по навигации смотреть в украине когда навигация не работает я пользуюсь этим графиком смотрю по навигации сколько мне километров до моего пункта назначения и оставляю себе 50 километров запаса там или 20 или 30 ну там уже сколько вы хотите я оставлял 50 и мне этого было предостаточно вот сейчас машина показывает полную мощность и полную рекуперацию зарядка завершена заряжалась машина 3 киловатта низким током или 2 киловатта 2 киловатта даже до 14 ампер снизил вот сейчас подключим это тут планер и проверим как у нас тут с температурой батареи скан май тесла для того чтобы считывать показания а сейчас мы не сможем прочитать все мы сейчас не сможем прочитать все потому что машина подключена на зарядку потом мы машину перевести в драйв не сможем да будет говорить что зарядный кабель подключен ну да ладно я хотел посмотреть температуру батареи и температура батареи 10 градусов и у нас доступен доступна вся мощность рекуперации и вся мощность разгона батарея lg 10 градусов все хорошо так это перформанс таб пока мы не в драйв у нас будет уменьшенное количество скорость ну температура низкая так я хотел посмотреть батарея батарея вот данные батареи это новая это вторая версия бета рот планера я запускаю с дешевым обиди адаптером на телефоне с андроидом никаких проблем так ну и что мы показываем самое главное что все хотят видеть каждый владелец тесла хочет знать какая у машины деградация значит заходим смотрим это наша точка отсчета максимальная емкость батареи когда она была новой с фабрики 74,5 кВт часа это видно на фильмах у Бьорна что на самом деле новая машина будет иметь вот почти 74,5 кВт часа ну там 74,3 по измерениям сканма и тесла в новой машине и что мы видим количество сколько заряжено на быстрых зарядках постоянного тока 1682 на зарядках переменного тока 5187 кВт часов то есть я заряжаюсь в основном дома в дешевом тарифе сейчас машина оценивает что моя емкость 72,4 кВт часа после 30 тысяч километров и сейчас батарея холодная если подогреть до 30 градусов емкость будет другая вот проверить емкость можно сделав два замера сначала когда батарея разряжена где-то до 10% заодно можно посмотреть дисбаланс в батарейке Cell Volt Max, Cell Volt Min это наш дисбаланс 0,0,2 В то есть 2 мВт наш дисбаланс это хорошо вот 110 циклов разрядки и 115 циклов зарядки посчитала батарея ну неплохо должно выдержать 500 и сдохнуть я очень сильно сомневаюсь гораздо больше у нас будет циклов зарядки и второй проверку уровня заряда мы делаем когда заряжаем до 100% и тогда BMS калибрует смотрит сколько на самом деле влезло в батарейку энергии и мы получаем более достоверные данные но это плюс-минус 0,3 кВт часа вас не спасет и не вылечит поэтому это не сильно важно все ладно всем пока выключаюсь в стихии в кем-то в стихии я не знаю